Здравствуйте, с вами Самит Алиев. Первым сводом законов Московского государства был так называемый судебник Ивана Третьего, и он был принят в сентябре 1497 года. В нем было особо оговорено так называемое право Юрьева дня – дня, когда крепостной крестьянин мог сменить хозяина и уйти к другому помещику, доброму и богатому. Ну, если уж быть совсем точным, это не было каким-то конкретным днем. Крестьянин мог уйти от прежнего хозяина за неделю до осеннего дня памяти святого Георгия и через неделю после дня памяти святого Георгия. А вот 6 декабря 1590 года царь Федор Иванович издал указ, запрещавший переходы крестьян от одного владельца к другому. Совсем. Это я, собственно говоря, к чему. Пара прошедших дней была довольно богата на очень интересные события. Например, вчера в интервью телеканалу Франс 24 премьер-министр Армении Никол Пашинян, заметьте, это было 22 февраля, он выступил с утверждением, что российские официальные лица осенью 2023 года призывали к свержению государственной власти в Армении. А потом он добавил, что мир между Ереваном и Баку пока невозможен. Далее заместитель главы МИД Армении Ван Кастанян заявил, что силы ФСБ России, которые охраняют границу Армении согласно договору от 1992 года, не пропускают наблюдателей ЕС на участок Неркин-Анд в Гафанском районе. Также прошла информация о том, что российские пограничники будут выведены из ереванского международного аэропорта Звардноц и произойдет это в самое ближайшее время. А накануне министр обороны Франции Себастьян Ле Корню прибыл в Ереван. Целью визита является укрепление оборонных отношений между Арменией и Францией. А вот не кажется ли вам, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые, что для пары дней произошло слишком много событий? Ну вот и я так думаю, потому что просто не верю в случайности. Как сам не верю, так и другим не советую. В общем, на лицо тот самый Юрьев день во всей красе. Недовольный крестьянин переобувается, чертыхается, пересчитывает скудный инвентарь и выказывает громкое фи прежнему хозяину. Он собирается перейти к новому. Новый хозяин добрее, не каждый день дерется, да и хозяйство у него побогаче будет. В общем, как говорил Николай Васильевич, ну гоголь. Там даже свиньи на дворян похожи. Нет, не точная цитата. Россия, наблюдая за попытками Армении сбежать на запад, испытывает те же чувства, что ты испытываешь, когда сорвалось свидание с женщиной, от которой уже немножко устал. Есть, конечно, чувство досады, но оно смешано с долей облегчения. И улыбка, без сомнения. Тем не менее, отношения между странами, это не совсем отношения между мужчиной и женщиной. А потому, думаю, мы увидим кое-что интересное. Вплоть до вытеснения части армянской диаспоры из России за нарушение дисциплины. Хотя, хотя все может быть гораздо хуже. Вплоть до массовых беспорядков и попытки вооруженного свержения власти. Как показывает практика, Россия не обладает навыками того, что называется мягкой силой. А вот схватить холопа за шиворот, стукнуть его лбом об угол избы и уволочь на конюшню, для того, чтобы показательно выпороть, это всегда пожалуйста. На Армению сил хватит. С беглыми холопьем у нас строго. Умейцы! 102-ю базу Россия просто так не оставит. Да и границы Армения охраняет ФСБ. Причем не просто охраняет. Она еще и миссию ЕС куда хочет пускает, а куда не хочет не пускает. Амор де труа. ФСБ России и 102-я база раздражают миссию ЕС, а миссия ЕС раздражает ФСБ России и 102-ю базу. Сразу на двух конях седалища не хватит. В общем, не исключу, что Россия и Европа начнут выяснять отношения непосредственно на территории Армении. Причем, кто бы из помещиков не победил, Армения из этой драки выйдет изрядно потрепанной и еще более слабой. А это очевидный бонус, хотя бы потому, что нам, ну нам на самом деле все равно, кто ее будет кормить. Был в советское время такой случай. Очередь у пивного ларька. Стоят люди, молчат, все ждут своего пива. И тут появляется некая тетка, начинает бегать вдоль очереди, орать. У меня тут очередь прошла, я тут битый час стояла, все видели. Пустите купить, у меня очередь прошла. Я стояла! А какой-то мужик ей отвечает, у меня вся жизнь здесь прошла, а я все равно стою. Ну вот и у вас та же самая история. Вся жизнь на алтарме Ацума, стоите и ждете, и все совершенно без толку. Ну и суета в поиске нового хозяина. Ваше миролюбие мы не верим ни на грош. Уж вы извините, но слишком долго вы убеждали нас в обратном. И нам почему-то кажется, что еще плодоносить способна чрево, которое вынашивало гада. Это Брехт и его замечательная вещь, карьера Артура Уи, которой могло бы не быть. А чего это я про чрево способная выносить гада? Это я к тому, что наличие в Армении какой-либо военной техники французского производства в зоне поражения нашей артиллерии и БПЛА, это, знаете ли, не только большой соблазн. Это еще и легитимная цель. И это дает нам право на превентивный удар, если мы сочтем, что техника, ну вот эта вот французская, может представлять для нас гипотетическую угрозу. Заметьте, в полном соответствии с международным правом, которое мы все так безгранично уважаем. Потому что это право уважает исключительно силу. Самит Алиев, специально для Калибер Аз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!